Здравствуйте, мы с вами продолжаем управленческий курс и в рамках этого курса мы с вами сейчас активно занимаемся именно коммуникативными навыками. Одной из важных задач руководителя является грамотная эффективная реакция на всевозможные манипуляции наших подчиненных. Частично про манипуляции с эмоциональных состояний мы с вами говорили в предыдущем уроке. Сегодня мы с вами разберем речевые построения, за счет чего идет та или иная манипуляция. В первую очередь мы с вами поговорим о том, ну я буду давать эту информацию в виде вопросов, потому что вопросительная форма всегда более эффективна с точки зрения манипулятора. Что такое манипуляция? Манипуляция это некое воздействие на вас, когда вы либо не знаете, что от вас хочет собеседник, либо он пытается достичь каких-то целей, на которые вы не рассчитываете. В данной ситуации очень часто с манипуляциями руководители сталкиваются тогда, когда выходят на новые коллективы. И те реакции, которые вы выдаете, очень сильно влияют на то, как зарабатываете вы авторитет. Мы сейчас поговорим о том, как реагировать на манипуляции речевые, для того, чтобы четко понимать, где пытаются повлиять на ваш авторитет и где пытаются этот авторитет немножечко понизить. Мы с вами перейдем к построению речевому, как строятся манипуляции. В первую очередь манипулятивными являются вопросы, которые начинаются с вопросительных слов «почему» и «зачем». С точки зрения коммуникации вопросы, начинающиеся со слов «почему» и «зачем» не предполагают конструктивного ответа, а имеют некую тенденцию или необходимость загнать вас в так называемую детскую эмоциональную позицию, о которой мы уже говорили в предыдущем занятии. То есть, если вы хотите разговаривать как человек с эмоционально взрослой позиции и добиваться конструктивных ответов, вопросы «почему» и «зачем» лучше менять на вопросы «в связи с чем» или «на основании чего». Если мы говорим про деловую коммуникацию, то в основных правилах деловой коммуникации прописано, что все вопросы «почему» и «зачем» нужно менять на более мягкие вопросы, предполагающие конструктивную реакцию собеседника. Также манипуляции речевого плана могут содержать в себе междометия. Разве? Разве вы не понимаете, что это такое? «Ну-ка, а ну-ка покажите, что у вас там есть вообще? Вы вообще понимаете, о чем идет речь?» «Таки, я все-таки не понимаю, как вы собираетесь достигать этих целей. Ведь, я ведь объяснил, что тут непонятного. Частица «Ж» тоже является частью, тоже является междометием, и тоже поддерживает вот эту вот манипуляцию, так называемую, их называют с родительской позицией. Когда основная задача в данной ситуации при воздействии таким образом добиться от вас некого прогиба эмоционального, когда вы занимаете детскую позицию и начинаете оправдываться. Как только, так как мы уже это проговаривали, как только руководитель занимает детскую позицию приспособленного дитя, он очень сильно теряет свой авторитет перед коллективом. Соответственно, так как мы сейчас работаем на то, чтобы вы знали, какие оптимальные реакции выдавать и как реагировать на манипуляции, не теряя авторитет, поэтому мы на этом делаем акцент особый. Манипуляции могут быть так называемые с подсказкой. Подсказкой очень часто являются слова, которыми хотят, чтобы вы ответили. Вы же хотите, чтобы мы работали лучше? Подсказкой является слово «хотите». Вы же понимаете, что если нам увеличат заработную плату, то мы будем работать в несколько раз эффективнее? Подсказкой является слово «понимаете». Также манипуляции могут быть, это вопросы с одним ответом, которые предполагают четкий ответ «либо да, либо нет». Это из серии «жить хочешь?». Ну, только глупый человек, наверное, ответит «нет», а умный скажет «да». Манипуляторы предполагают такого рода реакцию, соответственно, задавая такой вопрос и получая утвердительный ответ, они часто продолжают дальше свою манипуляцию, развивая тему. Но раз хочешь жить, тогда ты должен. И начинают выдвигать некий набор своих требований. Также манипуляции могут быть с нарушенной логикой. Нарушенная логика – это манипуляции, при которых в высказывании, в утверждении или в вопросе есть две части. Логически связи между этими двумя частями не присутствуют. Однако манипуляторы завязывают воедино две нелогически связанные между собой части для того, чтобы вы, согласившись с какой-то, которая более удобна, согласились автоматом со второй частью высказывания или в данной ситуации мы говорим о манипуляциях. Например, вы как грамотный руководитель, первая часть, понимаете, что людям нужно платить зарплату в два раза больше. Соответственно, логики напрямую между двумя частями нет, но вы соглашаетесь или склонны согласиться, лучше так выразиться, склонны согласиться с тем, что вы грамотный руководитель, автоматом вы соглашаетесь со второй частью, где идет уже непосредственно воздействие манипуляции. Также манипуляции бывают с подготовкой. Что является подготовкой? Если мы рассматриваем варианты подготовки, то чаще всего это ситуации, при которых вам выдают некий набор фактов и уже в рамках вот этих вот фишечек, которые вам расставляют по кругу, задают провокационный вопрос. Звучать это может быть таким образом. Приходит к вам сотрудник, достаточно для вас необходимый, с точки зрения того, что он либо выполняет большое количество задач, или с ними хорошо справляется, либо он приносит деньги, и для вас это является важным. Соответственно, он говорит, вы знаете, я буквально вчера был приглашен на собеседование, там мне сказали, что мне будут платить на 30% больше, чем здесь платят, там у меня будет больше социальный пакет, там у меня будут какие-то возможности, перспективы. А дальше задает вопрос, возможно ли в рамках нашей компании, в которой я сейчас работаю, получить те же самые блага. Соответственно, чаще всего манипуляция с подготовкой – это ситуация, при которой вам выстраивают вводные данные и в рамках, в очень жестких рамках задают провокационный вопрос или делают некое предложение, утверждение. Варианты могут быть разные, и мы с вами на практическом занятии как раз эти все варианты рассмотрим. Также манипуляции могут быть с сужением выбора. Это альтернативные вопросы, которые строятся с помощью слов «или, или, либо, либо». Очень часто манипуляторы дают два варианта, два, три, ну, не больше трех обычно. При этом все варианты невыгодны вам, как руководителю, соответственно, вы выбираете вариант менее болезненный для вас. Ну, самый простой пример – это кошелек или жизнь. Естественно, когда мы говорим о том, что нам дают выбор либо кошелек, либо жизнь, мы выберем, естественно, кошелек. Две альтернативы – обе невыгодны, но одна невыгоднее в большей степени, чем другая. Для того, чтобы хорошо понять, как работает механизм построения манипуляций, а в первую очередь я бы хотела с вами в практическом задании именно обсудить ситуации, как они строятся, потому что мы обычно вычисляем в переговорах, в коммуникациях, в переговорах с подчиненными те техники, которыми мы владеем сами. Поэтому для того, чтобы четко отслеживать в коммуникации всевозможные манипулятивные техники, манипулятивные построения, вам необходимо самим овладеть этим манипуляциями. Но не обязательно им пользоваться, скорее, это необходимо для того, чтобы научиться отслеживать это в коммуникации. Поэтому мы с вами переходим к практическому занятию для того, чтобы очень четко понять, за счет чего происходит в той или иной ситуации манипуляция. Переходим с вами к очень интересной и важной теме – это манипуляции. Очень часто сотрудники в компаниях, которые имеют достаточное основание на их взгляд, то есть они являются либо сотрудниками, на которых завязано очень много ответственности, и они это понимают, что они являются в данный момент некими незаменимыми, либо сотрудники, которые приносят достаточно много денег, что тоже дает им основание очень часто действовать манипулятивно. Теорию манипулятивных построений речевых мы уже с вами проговорили. Теперь давайте попробуем представить себе сотрудника, который имеет достаточное основание для манипуляций. С другой стороны, это, кстати, не всегда имеет место быть, именно желание воздействовать. Очень часто сотрудники просто имеют опыт использования манипуляций, а мозг у нас хорошо отслеживает варианты, связанные с тем, что манипуляции дают возможность достигать более скорого результата. Ну, если немножко отойти, как бы, в сторону, то, работая с отделами закупок, очень часто я встречаюсь с тем, что закупщики, имея возможность выбора на рынке потенциальных поставщиков достаточно в большом количестве, используют манипуляции как самый быстрый способ достижения результата. Ну, если вам привести пример, то пример может быть такой. Если вы вести переговоры по закупкам, по стандартной схеме, что вы можете мне предложить, какие вы можете дать скидки, при каких условиях эти скидки возможны, что мы со своей стороны, как закупщики, должны вам предложить, чтобы получить более льготные условия. Эти переговоры обычно по времени могут занимать достаточно длительный период и еще и несколько встреч. И любой закупщик, имеющий опыт, понимает, что с помощью одного, двух, трех последовательно манипулятивных вопросов можно достичь результата за несколько минут. То есть как раз этот пример я приводила, еще раз просто повторю для того, чтобы вы хорошо понимали, в чем же заключается манипуляция. Если мы говорим, например, о закупках какого-то оборудования, то человек, который сидит в закупках, используя манипулятивный вопрос, предположим, такой, смотрите, с подготовкой, да, вопрос. Вы, мои поставщики потенциальные, я вам озвучиваю информацию, что от ваших конкурентов я получила предложение, которое на 20% лучше по цене, до 15% лучше по срокам доставки этого оборудования. И, соответственно, мне предложили срочку плодержа, а вы предлагаете работать по предоплате. Соответственно, если вы готовы улучшить условия, у нас есть с вами возможность сейчас пообщаться. Соответственно, если мы говорим, например, о деле закупок, и как раз вот ситуации, вы наверняка понимаете, что сначала вас вводят определенные рамки, и внутри уже этих рамок задают какой-то провокационный вопрос, который предполагает работу именно в этих рамках, которые вам задали. Соответственно, очень сложно бывает менеджерам по продажам как раз эти рамки каким-то образом расширить, чтобы выйти на свои условия, аргументировать, почему такие сроки, почему такая цена. Потому что чаще всего там заложены какие-то более льготные условия или доставка, что-то еще, что клиент просто не видит на первый взгляд. Ну, если мы говорим сейчас, вернемся к управленческим навыкам, соответственно, если мы говорим о вопросах манипулятивных, еще раз говорю, что не всегда эти провокации являются какими-то заранее запланированными. Если у сотрудника, с которым мы сейчас взаимодействуем, в семье все говорили через манипуляции, а есть такие семьи, которые любят таким образом воздействовать маму на папу, то, в принципе, у него просто на уровне подкорки эта вся информация где-то зафиксировалась, и он выдает вам вариант именно в виде манипуляций. Давайте попробуем построить манипулятивные вопросы, которые могут быть адресованы по отношению к руководителю, от сотрудника, имеющий на это достаточное основание, на его взгляд. Например, если звучит вопрос, почему вы как руководитель не можете принять решение по эффективному распределению задач среди сотрудников? Соответственно, давайте ваши варианты реакции, как бы вы могли реагировать, если вы являетесь руководителем? А мы сейчас будем, анализируя эти реакции, определять, какой субъективный процент эффективности вы достигли, благодаря тому или иному ответу. Ну, вот вариант взрослой позиции. Почему вы так думаете? Или на каком основании вы делаете такой вывод? Хороший вариант. Давайте обсудим, насколько, на ваш взгляд, это эффективно, такая реакция. Ну, собственно, перераспределение ответственности. Человек должен выдать какой-то ответ. То есть эмоция снимается и остаётся конструктив. Посмотрите, очень важный как раз вариант, если ориентироваться на предыдущую тему, эмоциональные позиции. Мы с вами говорили, что для того, чтобы разговаривать о фактах, эти факты нужны. И чтобы их получить, понятно, да, разговор действительно был конструктивный, соответственно, нужно задавать вопрос о фактах. Самое неприятное, наверное, с точки зрения манипуляции заключается в том, что за манипуляцией не скрывается чаще всего фактов. Это некое субъективное видение, мнение, и чаще всего необоснованное. Поэтому вопросы о фактах, встречный вопрос со стороны руководителя очень часто разрушают саму идею, с которой сотрудник к вам уже обращается. Хорошо. Другие варианты. Как можно ещё среагировать? То есть вы хотите сказать, что я плохой руководитель? Хорошо. Ответ. Обсуждаем, насколько эффективен этот ответ. Но сотрудник вряд ли ответит «да», считаю. В таком случае. Ну, это мы надеемся. Смотрите. Если ответит, то это конфликт. Если он отвечает «да», что «да, я так и считаю». Упс. Соответственно, давайте, вот с точки зрения рисков, какие риски вы как руководитель получаете от такого рода реакции? Вашей реакции. Давайте так, мы всё-таки рассматриваем реакцию руководителя для того, чтобы разработать оптимальный вариант. Что было в реакции не совсем эффективно? Вот в той реакции, которую мы озвучили. Дайте ему варианты ответа, которые, собственно, меняли. Вы даёте подсказку. При этом подсказка с точки зрения того, что вы даёте, она невыгодная. То есть, если мы используем, предположим, а та техника, которую сейчас озвучили, это парафраз. Если мы используем парафраз, то у техники парафраза есть очень хорошее правило. Одно из правил, которое озвучивается всегда на тренингах для руководителя, заключается в том, что парафраз должен быть всегда выгоден. В данной ситуации вам не выгоден парафраз. Давайте попробуем построить этот же вариант ответа, но выгодный для вас. То есть, перефразировать выгодный? С выгодой для вас. То есть, вы считаете, вы умнее всех? Как вариант? И даже Степана Петровича? Значит, ну, с точки зрения эмоциональных позиций, это позиция маленького профессора с подколом, но с намёком. А с точки зрения реакции, на самом деле, она вам, ну, по сравнению с предыдущей, более выгодна. Более выгодна, потому что вы переводите на его территорию информационную, да? Вы уже разговариваете о его способностях, а не о том, какой вы и какие у вас, соответственно, умения, навыки как управленца. Хорошо, ещё реакции разбираем опять же. За свой профессиональный опыт, именно благодаря эффективному распределению должностных обязанностей и нагрузке сотрудников, я стал руководителем. Обучение, которое я проходил по распределению обязанностей, на сегодняшний момент занимает лидирующую позицию. Это очень престижная школа. Именно за это мне, меня отметили совет директоров такой-то компании. Поскольку вы как сотрудник можете не видеть всей глубины и сложности задач, я как руководитель сверху вижу, может быть, вам кажется, что вы загружены. Я вас уверяю, здесь очень много факторов, которые влияют на принятие решения. У меня как руководителя не может остановиться. Смотрите, отличная демагогическая позиция. Это как раз один из вариантов, который позволяет, наверное, в большей степени выкрутиться из ситуации, нежели её решить конструктивно. Но это как раз псевдо-взрослая позиция, то, о чём мы говорили в предыдущем занятии. Позиция, которая позволяет уйти от решения вопроса, не решить его в данный момент, но, понятно, да, то есть заработать дополнительный авторитет, какую-то значимость и, возможно, какими-то факторами обосновать свою правильность. Хотя на самом деле там факторов-то никаких и не было. Это всё, понятно, да, какие-то субъективные понятия, какое-то обучение, совет директоров, который отметил. То есть это может быть, на самом деле, и блефом, но очень часто помогает как раз выкрутиться для того, чтобы в данный момент не ответить на вопрос. То есть если мы говорим о реакциях, ну так вот, промежуточный итог, то очень хорошие реакции, в первую очередь, да, это, конечно, реакции, которые позволят конструктивно разобрать сотрудникам вопрос, потому что они очень часто не понимают, что это манипуляция на самом деле с их стороны, да, для того, чтобы его перевести на конструктив, вытащить факты и уже на основании фактов, понятно, да, сделать какой-то анализ. Либо второй вариант, который тоже является действенным с точки зрения отсрочки решения. Если вы в данный момент загружены, если в данный момент вы не готовы разговаривать и обсуждать какие-то факты, ну, либо нет времени, либо нет желания, либо нет каких-то интересов, да, сейчас с этим человеком разговаривать. Напоминаю, что мы говорим с сотрудником, который для нас важен, да, он имеет какую-то там ключевую позицию или ключевые какие-то способности. Соответственно, уход от решения вопросов, вот эта демагогия, это тоже очень хороший вариант. То есть и подчеркнуть значимость, не потерять авторитет, ну, и не ответить никакой конкретикой. Так что очень часто на тренингах я руководителям, честно говоря, советую, да, прям вот в качестве напутственного слова, советую научиться реагировать вот таким образом. Дабы просто отсрочить решение. Понятно, что все равно придется заниматься разборкой полетов. Хорошо, следующий вопрос, который может быть тоже достаточно провокационным. Вы же понимаете, что нельзя ездить на тех, кто везет. То есть это такой намек сотрудника на то, что вы даете какое-то количество задач только потому, что он проявляет инициативу. Давайте так, какие варианты реакции могут быть вообще? Мы сейчас рассматриваем все, правильные, неправильные, любые, которые нам нужно сейчас понять. Еще раз, какая продуктивность будет от той или иной реакции. А кто куда едет, куда и везем. А на ком же ехать? На ком же ехать, кто куда везет. Значит, это все подкол в ответную, ответная манипуляция. Значит, давайте смотрим. Вот у нас еще не было такой ситуации, когда мы бы рассматривали ответную манипуляцию. Вот с точки зрения ответной манипуляции, на ваш взгляд, насколько это эффективно? Она эмоциональная достаточно. Она с подколом в ответным. Это позиция такая маленького профессора. Вот с точки зрения реакции, давайте посмотрим просто продуктивность. Какие риски есть? Наша реакция. Да, риски есть на управленческий ответ этот. А какую конкретную манипуляцию ответную рассматривали? Вот мы сейчас рассматриваем варианты, которые были озвучены. То есть, а на ком еще ехать? Либо а как же не ехать-то? Если ситуация критическая, и сотрудник уже приходил и обращался неоднократно, и вот у него уже накипело, как говорится, то сотрудник воспримет это как... Издевательство, скорее всего. Скорее всего, как издевательство. Игнорирование и некое принижение значимости его в компании. Соответственно, вот смотрите, когда мы разбираем манипуляции и видим, что сотрудники как-то манипулируют руководителем, нужно анализировать действительно предшествующие какие-то варианты, которые, может быть, и привели к подобному решению сотрудника манипулировать уже. Потому что это чаще всего крик о помощи. То есть, когда он понимает, что руководитель никак не решает вопрос, какими бы путями он к нему не подходил. Соответственно, уже последний вариант – это воздействовать жестко. Если мы подкалываем в ответ, соответственно, возникает риск того, что просто человек может уволиться, либо производить какой-то набор действий в снижении продуктивности. Так как мы говорим, что он клещет. Ну да, забастовку такую какую-то, которая нам невыгодна. Если мы говорим о сотруднике, который, как ранее было сказано, просто воспитан в такой среде, то иногда руководители тоже покупаются на то, что вот он что-то бросил, надо эту ситуацию разобрать. А это попытка остановить рабочий процесс. Поэтому с некоторыми сотрудниками иногда вот только так и необходимо. Ну то есть, да, вот когда мы проговаривали с вами стиль управления, есть такое понятие о ситуационном лидерстве, да, когда стиль управления или воздействие на сотрудника зависит от его мотивации и уровня квалификации. То есть может, не может, хочет, не хочет. Соответственно, если сотрудник не хочет работать, и вы это понимаете, что мотивация низкая, такого варианта ответ, в принципе, будет достаточно, ну, как сказать, оправдан с точки зрения ситуации. Если мы говорим о том, что это ключевой сотрудник, риски достаточно высокие. Давайте еще варианты. Как можно еще среагировать? Я правильно понимаю, что вам надоели ваши должностные обязанности? Вариант манипулятивный. С позиции, если мы говорим про эмоциональную позицию критического родителя. Вопрос к вам, насколько рискованно. То есть, если мы говорим про речевое построение, это парафраз, да. Парафраз был сейчас вами озвучен более выгоден, то есть, когда вы закинули на его территорию информацию, да, и, соответственно, но там была манипуляция, опять же. Вопрос, насколько рискованно. Вопрос, он и вопрос. Вот смотрите, с точки зрения той информации, которую вы закладываете. То есть, вам надоели ваши должностные обязанности? Опять же, вот возвращаемся к тому, что мы говорили. Если сотрудник... Ценный. Ценный. Такой вариант реакции скорее вызовет агрессию. Конфликт, нежелание работать, забастовку. Если мы говорим, что сотрудник неценный, может быть, это будет достаточно адекватно, опять же, ситуации. Хорошо. Если мы говорим о взрослой позиции, конструктивном решении данного вопроса. Я понимаю, что в последнее время вы загружены работой. Проект заканчивается тогда-то. У меня большая просьба к вам собрать последние силы, как моральные и физические. А потом я переговорю с руководством, сам ничего не обещаю. Но, учитывая ваш вклад в проект, возможно, удастся даже примировать вас как-то. Хорошо. Вот давайте тогда разберем ситуацию, которая была озвучена. На ваш взгляд, насколько это конструктивно? Может быть, это поддерживающий родитель? Это поддерживающий родитель или псевдовзрослый? Значит, смотрите, во-первых, нет ответственности за принятие решения. И со взрослой позиции, которая предполагает наличие только фактов, был только срок окончания проекта. Вы не сказали, от чего будет зависеть премия и какая она будет. Вы не гарантировали временные параметры, когда эта премия будет. Понятно, да, и от чего она, например, может зависеть. То есть, на самом деле, вводная, она такая очень размазанная, поэтому обычно это позиция псевдовзрослого. Ну и, соответственно, поддерживающий родитель, это была такая замануха, чтобы замотивировать. Кстати, позиция поддерживающего родителя, если мы говорим о том, что наш ответ состоит из нескольких вариантов, ну, в нескольких фраз, да, которые содержат разные варианты эмоциональных составляющих, о которых мы говорили на конфликтологии. Соответственно, поддерживающий родитель очень часто хорошо мотивирует. И, в принципе, позиции псевдовзрослого, то есть демагогии, тоже можно достаточно хорошо замотивировать сотрудника, понятно, делать задачу более эффективно. То есть мотивация как раз заключена вот в позицию поддерживающего родителя или псевдовзрослого. То есть как раз мотивация на достижение больших результатов. Следующий. Всякий раз, как я проявляю инициативу по улучшению эффективности нашей работы, вы вешаете на меня все задачи. Зачем мне проявлять инициативу, если она наказуема для меня? Так именно на вас я могу положиться. Вы настолько ценный сотрудник, вы проявляете инициативу, вы являетесь лидером нашей компании, как руководитель проектов. И только вам я могу доверить эти ответственные задания и поручения. Хорошо. Позиции. Эмоциональные. Поддержала, похвали его. Поддерживающий родитель и псевдовзрослый. То есть вот как раз это сочетание, вот то, о чем я как раз хотела сказать, очень хорошо мотивирует сотрудника на достижение результатов. Плюс вам, как руководителю, не нужно брать на себя дополнительных обязательств по улучшению условий работы. Но вопрос, заметьте, вы не решаете. То есть решение вопроса предполагает все-таки какой-то конструктив. Давайте попробуем конструктивно решить вопрос. Какой может быть вариант со стороны руководителя? Когда вы в последний раз инициативу-то проявляли? Напомните, запомню. Насколько конструктивен этот ответ со стороны руководителя? Это, на самом деле, опять же, подкол. То есть мы уже разбирали. Вот. Позиция маленького профессора. В принципе, чтобы отмазаться, да. Давайте попробуем все-таки конструктивно. Все-таки понять, чего он хочет. Давайте разберемся в вашей загрузке. Скажите, пожалуйста, с какими задачами вы не справляетесь? Ну, там дальше нужно спросить. Какие возникли сложности? Да, не успеваете. О какой инициативе вы говорите, когда вы проявляете инициативу? Что нужно сделать для того, чтобы справиться? Давайте посмотрим в следующий раз. Какие варианты? В следующий раз, что сделать для того, чтобы вы чувствовали себя как-то иначе, когда вы проявляете инициативу. То есть, грубо говоря... Ну, бросайте мне список ваших задач и придите с предложением. А потом мы с вами обсудим. Ну, это псевдовзрослая опять позиция, это демагогия, это уход от решения вопросов. Почему? Обсудить его варианты. Зачем варианты свой трек? Да, ну, вы сейчас в данный момент же не решаете и ситуацию не разбираете. Поэтому это всегда уход некий, временной, как минимум. Ну, да. Но хотелось бы, я понимаю, как лучше. Значит, следующая ситуация. Если, так, до вас у нас был руководитель, который учитывал мнение ведущих специалистов, проработавших компанией большой промежуток времени. Почему вы так не делаете? Это как раз манипуляция с подготовкой, когда заранее вас вводят некие условия, которые, понятно, в рамках которых уже задают вопросы. Давайте посмотрим, как бы среагировать нам, как руководителю, грамотно в данной ситуации, на данную провокацию. Мнение работающих у вас специалистов для меня очень важно. Но вы же прекрасно понимаете, что технологии изменяются каждые пять лет. И я использую технологии бенчмаркинга, учитываю тенденции последние в области развития технологий. Я понимаю, что вы, как руководитель, эффективно умеете отмазываться от решения вопросов, с которыми подходят подчиненные. Но это шутка. Это как раз очень хороший вариант ухода от вопроса, еще раз говорю, когда нет времени или нет возможности. Еще варианты. Давайте конструктивно попробуем. Вопрос реально достаточно сложный, потому что вводят достаточно много вводных условий, которым вы, может, действительно не соответствуете. У вас есть предложение относительно какого-то вопроса? Готов выслушать? Взрослая, конструктивная, предполагает наличие фактов и обсуждение этих фактов. Давайте через два часа организуем воркшоп и обсудим конкретно вот такую ситуацию. Взрослая позиция предполагает... Сейчас, понятно, вы пока уходите от ответа, но как минимум уже есть потенциал в том, что вы разберетесь. С каждым розом вы все эффективнее и эффективнее реагируете с точки зрения именно конструктива. А вы, как руководитель с большим опытом, понимаете, что такое количество задач, которые вы ставите в течение дня, выполнить просто нереально. Смотрите, с точки зрения манипуляции, это манипуляция с нарушенной логикой. Когда вам сначала говорят, вы как грамотный руководитель, а потом во второй части высказывания дают какой-то вариант, с которым вам приходится согласиться. Понятно, но он вам не выгоден. Давайте посмотрим, какие варианты реакции здесь могут быть. Проведите саму фотографию рабочего дня, давайте проанализируем, какое время вы тратите эффективно, какое нет. Вариант конструктивный достаточно. У меня был случай такой, вот примерно то же самое сказали, а дело в том, что ответ был примерно такой, что я пришел из компании, где вот есть такой же отдел с таким же функционалом. И там количество задач у нас, специалистов, в день больше, гораздо, чем у вас сейчас, и даже больше, чем я требую. Ну, то есть был конкретный факт, пример. Хорошо, если вы, ну, приводите примеры какие-то, надо все-таки эти примеры потом обосновывать. Понятно, да? То есть чтобы человек точно понял, что это... Если вы помните, на предыдущих частях мы с вами говорили о том, что если мы хотим, чтобы человек, который никогда не решал какую-то задачу при постановке задачи, да, эту задачу все-таки воспринимал как реалистичную, ту, которую перед ним мы ставим, соответственно, нам нужно создать прецедент того, что это кто-то уже делал на его позиции, с его должностными обязанностями и так далее. Вот как раз данный пример очень хорошо помогает определить уровень того, что недовыполняют, может быть, люди, для того, чтобы создать прецедент, что выполняли больше, если реально есть такие факты. Вот, в принципе, я бы еще и собрание собрала по этому поводу в итоге, объяснив, какой есть опыт работы у других компаний у специалистов на таких же должностях. То есть это тоже для того, чтобы просто расширить возможности потенциал сотрудников, дабы дать им понять, что есть еще какие-то варианты более эффективной работы. Соответственно, можно дальше разбор полетов строить, почему не получается такой эффективности, почему что не хватает, что необходимо сделать для того, чтобы повысить результативность. Следующий вариант. Или вы мне даете возможность расставлять самостоятельно приоритеты задачам в рамках моих обязанностей, либо я просто перестану выполнять задачи, которые меня отвлекают от основных целей. Если мы говорим о манипуляции по строению, это с сужением выбора, когда нам дают две альтернативы, обе невыгодны, и одна невыгодна в большей степени. Соответственно, подталкивая руководителя согласиться с тем, чтобы он выбрал меньше из зол, понятно, да, но лишил каких-то, соответственно, задач по требованию. Давайте посмотрим, как можно среагировать. У меня другое предложение. Давайте вы будете выполнять все задачи, которые я перед вами ставлю. Смотрите, тут вопрос был по поводу приоритетности. То есть, как я понимаю, у подчиненного в данной ситуации возникает очутение того, что ему наваливают большее количество задач или, помимо тех, которые считают основными, добавляют, меняя приоритеты со своего, понятно, да, руководитель сам меняет приоритеты на свои задачи, которые считают более важными, но, видимо, не советуются об этом с подчиненным, который этим и недоволен. То есть вы так хотите жестко решить вопрос? Мне, как руководителю, не очень хочется вестись на то, что меня ставят какие-то рамки. Согласна. Поэтому, собственно, и реакция. Но реакция достаточно конфликтная. То есть, в принципе, если мы понимаем, что дальше у нас есть пути отхода, да, и мы можем как-то дальше разрешить вопрос, менее конфликтный или его нейтрализовав, то, в принципе, вариант возможен, дабы показать, что нельзя через такого рода манипуляции, достаточно жесткие, а манипуляция с сужением выбора – это манипуляция, которая является, знаете, в большей степени шантажом. То есть, если мы говорим, что человек доходит до шантажа, может быть, это вариант реакции имеет место быть, да, то есть как способ просто защиты. Это ситуационное решение. Однако потом все равно приходится искать чаще всего пути отхода от такого кардинального варианта. Другой вариант – расставьте, пожалуйста, приоритеты, мы их согласуем. Отличный вариант. Он достаточно конструктивный. Хорошо. А крест изенхауэра слышали? Напугать авторитетом сейчас сотрудника, чтобы пошел еще и изучал, что такое изенхауэр. У меня есть двухходовый такой ответ. Либо вы выполняете задачи, либо вы пишете заявление об увольнении. Есть еще, на самом деле, третий вариант. Вы не будете пытаться ставить мне условия, и мы будем все ваши задачи обсуждать конструктивно. Сначала вы его сильно напугали, потом дали варианты. Сначала не было вариантов, теперь варианты оказались какие-то, да, для конструктивного обсуждения. Это тоже встречная манипуляция, с таким же сужением выбора. Ну, на самом деле, достаточно рискованная. Но действенная, могу сказать. Обычно эти варианты работают. Хорошо, еще реакции на манипуляции. Затем, ваша постановка вопроса, это чисто воды манипуляция. Переформулируйте, пожалуйста. Тоже вариант показать, что человек оказывает некое давление. В принципе, вы знаете, очень мудро. Если вы еще будете в процессе того, что вы ищете грамотные варианты решения, еще и обучать. То есть это же не факт, что он знает, что это манипуляция. При этом жесткая, одна из самых-самых. Вот, соответственно, еще и обучение. Здорово. Как реакция, здорово. Хорошо, смотрим дальше, да. Вы хотите, чтобы я продолжал работать с такой же эффективностью. Значит, нужно поднимать мне заработную плату. Вопрос о заработной плате в виде манипуляции очень часто возникает. Давайте посмотрим, как можно среагировать. На мой взгляд, это опять шантаж. На сегодняшний момент вы выполняете свои задачи за такую-то сумму. Если мы повышаем вам зарплату на 20 или 30 процентов, ваша эффективность, соответственно, должна возрасти тоже в 20 или 30 процентов. Соответственно, по результатам, если мы говорим о конструктивном варианте, по результатам вы должны дать такие-то, такие-то показатели. Хорошо, еще варианты, которые сейчас вот ситуационно приходят в колуну. Желание понятно. Вместе с тем научно доказано, что повышение фиксированной части лишь ограниченное количество времени, непродолжительное, влияет на производительность труда. Вы, как руководитель, всех подкалываете по всей видимости. То есть у вас все такие из-под выпадверта варианты. Тоже достаточно интересные с точки зрения того, что обычно люди к этому варианту, к такому способу реакции часто привыкают. Ну, мы же все адаптируемся, да, под какие-то условия. То есть сотрудники тоже могут, видимо, адаптироваться. Вот как ваши сотрудники адаптируются? Жизнь в радость. То есть мы идем по жизни смеясь. Ну, типа того. Хорошо, давайте вот тогда вопрос к вам на ваш взгляд. Вот с точки зрения рисков. Вы испытывали ли вы риски как руководитель, сходя из того, что вот я чувствую, однотипность достаточно, ну, однотипность реакции, понятно, да? То есть люди приспосабливаются. Вот дальше развитие событий и риски от такого рода вот ваших реакций. То есть что люди делали обычно? Ну, как сказала коллега, Нужно привязывать к результату конкретно. Хочешь больше денег, давай. Из вашего опыта, вот если в такой форме, грубо говоря, управлять людьми, то есть это получается такой, вы такой, в позиции маленького профессора, если говорить по... Вот давайте посмотрим риски тогда, я просто подключаю уже коллег. Да уж, я готов. Они начинают так же отшучиваться от всех задач. Не выполнил задачу, так, кому, не знаю, марсиане прилетели, да, кому сейчас легко, а так... Солнце не с той стороны встало сегодня с утра. Да, футбол, извините, проиграли, сразу же продажи, у всех депрессия, продажи упали. Хорошо. Один, да, вот один вариант развития событий, если мы используем постоянно эту позицию, то, в принципе, подколты они понимают, да, но они также начинают реагировать. Действительно, это как факт, с точки зрения практики, могу сказать, так и есть. Соответственно, конструктивно разбирать вопросы руководителю и подчиненному при вот таких вводных достаточно сложно. И вообще практически они... всё в итоге приводит к какой-то шутке, юмору. Руководитель становится слишком свой, наверное. Доступный. Доступный. Доступ к телу очень прост. Соответственно, если мы говорим, вспомним про стиле управления, к какому стиле управления, это, наверное, ближе с точки зрения... Сопричастный. Это чаще всего как бы элемент как раз сопричастного стиля управления. А я напоминаю, что сопричастный стиль управления имеет... Мы так, всё, одно к одному завязываем, чтобы у нас какая-то логика была. Соответственно, если мы говорим о сопричастном стиле управления, вспомните, мы говорили про эффективность. Эффективность сопричастного стиля из тех стилей, которые разбираются сейчас в менеджменте, самая невысокая. То есть продуктивность там не вырастает больше, чем на 15-20% за год, хотя другие стили дают более эффективные показатели. Поэтому если вы там сталкиваетесь с подобного рода ситуациями, да, или вы понимаете, что у вас есть что-то, что даёт возможность, или наоборот, как раз не даёт возможность развиваться более эффективно, я прошу это учесть и поработать над собой. Спасибо. Ещё варианты про зарплату. Ещё вариант взрослый, на мой взгляд, опять же, к предыдущему примеру. Давайте подумаем, какие задачи, так скажем, не приносят большой высокой эффективности. Давайте вас освободим от непродуктивных задач, для того, чтобы вы концентрировались и приносили тот эффект, который вы можете приносить компании. В таком случае будет возможность поднять зарплату. Соответственно, и дать ему ещё задание, то есть взрослый, напоминаю, ответственность закрепляет, дать задание ему разобрать, какие ситуации он считает неэффективными или непродуктивными, и что он предлагает с точки зрения улучшения качества, достижений. Принося больше прибыли, получаем возможность поднять зарплату. То есть как раз мы на это выйдем. Значит, смотрите, вот по поводу манипуляций. Очень часто как раз, так как мы говорим о вводном неком курсе управленческом, и мы говорим об основах управленческого мастерства, очень часто манипуляции используют по отношению к руководителям, которые недавно заняли управленческую позицию. Это как раз один из самых, наверное, простых способов для подчинённых проверить, ну, грубо говоря, на слабо руководителя, который в итоге может, соответственно, потерять авторитет. И именно поэтому надо стараться по первой, да, там, как говорят, да, в самом начале максимально эффективно и конструктивно разрешать манипуляции. Дальше, когда люди будут вас знать, будут знать, что от вас ожидать, будут знать, какой у вас авторитет, соответственно, дальше можно уже использовать вариативность. Но вначале лучше всё-таки останавливаться на конструктивных вариантах, когда мы задаём на манипуляцию либо встречный вопрос на прояснение дополнительных фактов, либо сначала уходим от решения вопроса, понятно, псевдо-взрослой позиции, говоря умными словами, но не взяв на себя ответственность. И в итоге, соответственно, да, всё равно придётся вопрос решать конструктивно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А какой стиль для вас характерен? Стиль управления? Да. Сопричастный? Тот самый неэффективный? Тот самый неэффективный, поэтому, наверное, моя управленческая деятельность, она больше перетекает в обучение, в наставничество, в консультации. То есть мне проще, наверное, занимать эту роль в компании, с которыми я работаю, нежели управленческую позицию. То есть так как мы уже разбирали, что управленцам чего-то не хватает, когда они используют не тот стиль, который более эффективный, соответственно, вот есть такая сложность. А в России самый распространённый авторитарный? Всё-таки авторитарный. Если говорить о практике, то да. Спасибо вам большое за участие. А с вами, дорогие зрители, мы увидимся на следующем занятии. Не переключайтесь.